Если вы не видели предыдущую часть, благодаря которой и вышло это продолжение, то вы можете перейти по подсказке в правом верхнем углу экрана, ну или же по ссылке ниже в описании. А с вами вновь ваша вредная морда, комрад Эльвавучо. В прошлый раз, начав рассказ о Диснее, мы ознакомились с технологиями производства мультипликата на студии и его первых полных метрах. Затраченные ресурсы для Белоснежки не пропали зря и дало рывок для воплощения следующих картин. Кроме авангардной фантазии, американский зритель в начале 40-го года лицезрел экранизацию сказки Карла Каллоди о становлении деревянной куклы Пиноккио в настоящего мальчика, но кассовые сборы также не покрыли исходный бюджет, что и фантазия, вышедшая под конец того же года. Одна из причин провала стала начавшаяся в Европе война, из-за которой 40% экспортного рынка для кинотеатрального проката была закрыта. И пока готовился релиз малобюджетной истории о Дамбо, после которой началась запастовка аниматоров и готовились первые наработки по последующим фильмам, включая производство с последующим выпуском Бэмби, произошло следующее поворотное событие в истории Штатов. 7 декабря 1941 года с раннего утра ВВС Японской империи был совершен авианалет на военно-морскую базу ВМФ США в гавайской гавине Перл-Харбор. Успешная внезапная атака и разгром техники американцев стало поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, где для них театр военных действий развернется в основном в Океании и частично в Африке, Средиземномории и Западной Европе. Это событие также повлияло на кинопроизводство Америки. Параллельно со съемками художественных картин и анимаций, после титров стали появляться призывы по сбору металлолома на технику и боеприпасы и покупку военных облигаций. И в это же время на многих киностудиях и их анимационных подразделениях начинаются съемки агиток и пропаганды. Это же коснулось и Уолта Диснея. На фоне таких новостей производство новых полнометражных мультфильмов было отложено на неопределенный срок. Но чтобы студия не простаивала и не обанкротилась, она перешла на выпуск той же пропаганды. Правда, первый заход оказался неудачным. Сборы от таких работ приносили мало доход, однако эффект оставлял должный. И вот после такой долгой вводной мы переходим к основной теме этого выпуска. Немного моих воспоминаний от просмотра. Я, так же как и многие из вас, видел многие картины Диснея, включая самые старые работы известной студии. Причем нравились по большей мере именно полные метры и сериалы конца 80-х, нежели короткие метры. И вот тут я вспомнил эту ленту, которая оказалась на самом деле Альманахом, ну то есть сборником коротких метров, скрепленным общим сюжетом. Три кабальера. Альманах рассказывает нам о путешествии именинника Дональда Дака и его латиноамериканских друзей по странам Южной Америки. Будучи маленьким и глупым, о таком жанре как Альманах я и не знал, как и то, что это продолжение первого пакетного мульта Диснея. Салюта Самигас, или Приветливые друзья, 43-го года. Именно он и открыл эру Альманаха в студии длиной в 6 лет. Незадолго до вступления штатов в войну, от госдепартамента пришло сообщение Диснею о начале программы политики доброго соседа по отношению к странам Южной Америки. Ну и то, что студия должна была снять фильм на эту тематику. Главную цель, которую и преследовало правительство, посещение связи ближайших соседей с врагом, коей и являлась Германия. Дисней организовал командировку своих работников в Аргентину, Перу, Бразилию и Чили ради выполнения этого фильма по госзаказу. Поездка прикомандированных работников принесла плоды в виде сочиненных сюжетов и наработок сегментов истории, вошедших в сам фильм, ну и сняты хроники их работы и как, собственно, живут местные жители. Что приветливые друзья, что и три кабальера являются смесью всего того, что оправдало себя в плане съемок самого начала зарождения студии и зарождения полных метров. Это и отдельные сюжеты, ротоскоп, комбинированные съемки живыми актерами и мюзикл. В дополнение к ним добавились еще кинохроника и документалистика. К слову, она еще себя проявит в 1950-е года, но об этом как-нибудь в другой раз. В этих лендах также появились и новые герои. Бразильский попугаи Хозе Кориоко и мексиканский петух Панчите. Эти же картины получали ранний релиз и прокат по сравнению со Штатами, имея озвучку на португальском и испанском языках. Критики и зрители имели смешанные впечатления от увиденного, чего говорить еще и о сборах. Но эти фильмы все же получали номинации в Оскар за лучшую музыку, лучшую песню и лучший звук. Задание от государства Дисней выполнил. А в 2019 году вышло продолжение «Легенда о трех кабальере» со всей этой пернатой троицей и их новыми приключениями. Но Панчите и Хозе появились еще раньше в перезапущенных утиных историях, получив эпизодичное камео. Сняв агитки и пропаганду по заказу государства, после окончания войны история диснеевских альманахов на этом не закончилась. Наоборот. Только набирало обороты, приняв еще более миролюбивый характер за счет музыкальных композиций или же разбитых на две части историй. Некоторые из этих фрагментов даже отдельно перевыпускались, игнорируя остальные части. Лента «Необыкновенный концерт», но более известна как «Сыграемую музыку», состояла на момент своего выхода аж из десяти фрагментов. Ни один из них никак не связан с другими. Тут тебе противостояние двух американских семей а-ля Ромео и Джульетта Шекспира, танцы двух силуэтов актеров русского балета и симфоническая сказка Сергея Прокофьева про Петю и Волка. Этот сюжет был обязан посещению самого композитора в стенах Мышиного дома во время гастролей по Западу, как рассказывал сам Сергей Сергеевич в «Письме Сыновьям». Сам сюжет должен был появиться еще в фантазии, но из-за войны сей план не был реализован и был включен в этот альманах. Он, как и снятые два года спустя «Время мелодии», но состоявший уже из семи историй, демонстрировался на Каннском кинофестивале и также номинировался на награды данного мероприятия. А два оставшихся пакетных мульта имеют две истории в каждой – «Веселые и беззаботные» и «Переключения Икобода и Мистера Тодда». В «Веселых и беззаботных» эти две истории были рассказаны разными героями. Сверчок Джиммини из Пиноккио с помощью патифона и грампластинки рассказал о побеге циркового медвежонка Бонго в родную среду обитания, и после этого Сверчок идет в гости на праздник Кэтгару Джону Бергеру, радиоведущему и актеру Чревовещателя. Там же Мистер Бергер рассказывает историю о Джеки и Бобовом Стебле, но с героями диснеевских коротких метров. Да, Микки Маус, Гуффи и Дональд Даг снова появились на больших экранах и вне формата короткого метра, где сей жанр встал в годы войны наподобие пасынка. Финансы отдела производства данных лент пел романцы по сравнению с предыдущими годами. И в то же время короткие метры конкурентов, в частности студии MGM и Warner Bros. приносили немалую кассу и зрительский интерес по сравнению с диснеем. Да и в то же время для выпуска коротышей подключали и иных лиц на студии, которых на полные метры не задействовали. В этой итерации истории о Джеки и Бобовом Стебле, оказавшись на вершине растения, троица попадает к великану, чтобы забрать волшебную арфу, кража которой и спровоцировала засуху и гибель урожая в их краях. В конце этого фрагмента происходит гэг, ну или трюк. Великан из истории на самом деле живет в Голливуде, и ему и остальным жителям вполне себе комфортно живется. Скажите, это жителям острова Парадис из Атаки Титанов. А вот последний пакетный мульт вобрал в себя сразу два произведения по своему возрасту, но весьма какие. Если же «Ветер в ивах» по сказочной повести Канета Грэма вышла забавная история с элементами легкого и наивного детектива в сеттинге Англии начала 20 века, то легенда о сонной лащине Вашингтона Ирвинга может претендовать на звание диснеевского ужастика, за счет напряжения и художественного исполнения кульминации, а не скримеров и расчлененки, как вы могли подумать. Добрый вечер! Прибывший в этот городок долговязый и суеверный человек по имени Икабет Крейн желает стать преподавателем местной школы и жениться на одной очень обаятельной даме Катрин, за которой ходят по пятам поклонники. И вот во время Дня Всех Святых в местном псалоне один из конкурентов на сердце девушки Бром, чем-то отдаленно напоминающий Гастона, рассказывает ему знаменитую историю местного края о всаднике без головы. Конечно, герой не поверил сказанному, но заработал нервный срыв и паранойю, и, возможно, увидел всадника вживую, возвращаясь домой с того вечера через кладбище. Наутро, кроме ошметков тыквенной головы всадника, ни Икабода, ни его лошадь не нашли на том мосту. Тут я вижу три версии этого хэппи-энда. Первое. Икабода за паранойю погиб, упав с моста во время погони от всадника, но с тем условием, что никакого всадника не было и в помине. А его роль исполнил Бром, верхом на черной лошади. И если это так, то ради женитьбы на Катрин, что как бы намекает концовка. Второе. Всадник был реален, и после встречи с Икабоном забрал с собой. И в эту версию слухов верят жители городка охотно, по сравнению с третьей версией. И последнее. Икабод жив. Он уехал из сонной лощины в другое графство, женился на богатой вдове и стал отцом. Что тоже нам демонстрирует конец. Правда, в это верится жителям сонной лощины очень слабо. Таким был последний пакетный фильм. И второй фрагмент был выполнен очень занимательно. На уровне полных метров. Что как бы намекало на скорейшее возвращение уже полноценных историй на большие экраны. Хотя в это же время, пока выпускались Альманахи и Агитки, также выходили еще и игровые фильмы от той же студии. Но в этот раз я решил их не включать в выпуск. Экономика в Штатах нормализовывалась, а люди стали чаще ходить в кино, на полнометражные ленты. И начиная с 1950 года у Диснея начался Серебряный век. Далее будут выходить и многие культовые фильмы, короткие метры и даже научно-познавательные документалки. Но об этом мы узнаем в одном из грядущих видео. А на сегодня у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями. Переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня донатом на Donation Alerts или подпиской на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте.